Мы зашли в турнир по Контре. Мопс Мартынинга убил в Контре. Убили Мопса. Дима пытается, в общем-то, кому-то впихнуть перец. Уже не так печать сильно, как в начале. Ну чё, как ощущения? Печать. Сейчас лучше? А-а. Всем привет, ребята, наш новый влог. И начинается он с того, что мы сегодня идем на встречу от компании Air. Будем сегодня со Снежкой, с другими блогерами в Контре рубиться. Да, ребят, в Контр-Страйк у нас будет какой-то такой блогерский турнир. Снежка и Контр-Страйк. Да, то есть, ну если я еще в Контр-Страйк, хотя я больше, ребята, играю в Overwatch. Ну, в Контр-Страйк, как бы, ну, в принципе, понимаю, что и как. Хотя, честно, очень давно в это не играл, но я думаю, что с блогерами будет интересно. Будет якобы какой-то турнир и то подобное. Наверное, многие на моем основном канале видели рекламу CashBerry. И, на самом деле, там получилось уже заработать очень даже такие приличные деньги. Я их думал выводить, а потом, как бы, мне пришла такая мысль, типа, ну сейчас вроде бы деньги мне не нужны, чтобы они дома так просто не валялись. И я их решил снова инвестировать. То есть, в общем-то, заработать еще больше. И я себе положил в гривнах 55 тысяч гривен. И теперь это вот пока что стоит у меня счет для пополнения. Я пополнял через AdvoCash. И мы сейчас, ребята, эти денежки все-таки инвестируем. Я Снежку тоже переубедил, чтобы она так же самое влаживала деньги, чтобы у нее там есть ли вкладывала, правильно, деньги. Потому что у нее тоже есть, в общем-то, депозит, который у нее просто-напросто дома лежит. И я, Снежка, сказал, что, типа, ну, Снеж, ну, нужно, как бы, чтобы деньги работали, они не дома валялись. Вот, выбираем, в общем-то, наш тарифный план от 30 до 200 тысяч гривен. То есть у нас получается, точнее, рублей, если в гривнах нам показывают, это до 87 тысяч. Как раз мы попадаем в этот тарифный план, выбираем. Так, выбираем счет, счет для пополнения, выбираем валюту, мы инвестируем гривны. И выбираем сумму инвестиций. Так, 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 55 тысяч. Так, страховка, надежный вклад за 10% от суммы вклада. Честно, ребят, вообще никогда это не нажимал, что в тот раз тоже не нажимал. Ну, и все было четко, блин, ну, все выплачивалось. Я даже сниму галочку. Честно, мне всегда выплачиваются все деньги, поэтому не вижу смысла отдавать 10%. Хотя, возможно, я бы это могу пожалеть, но в тот раз не жалел. И, как бы, должны же выплачивать как-то без этого. Давайте инвестируем. Из них чистая прибыль будет 143 тысячи гривен. То есть вообще в 4 с лишним раза. Нажимаем кнопочку инвестировать. В тот раз, я, по-моему, инвестировал через компьютер, а тут решил через мобильный телефон, в общем-то, это все сделать. Пока мы движемся на встречу для блогеров. Так, заявка на создание инвестиций успешно обработана. Ваша инвестиция будет распределена в займы в течение 48 часов. За распределение средств вы можете наблюдать таблицу выданных займов. Все, ребята, денежки инвестированы. Теперь я снова продолжаю зарабатывать и на основном, и на влоговом канале. А другие люди, которые нуждаются в деньгах, они получают мои деньги в долг. И, в общем-то, и люди с деньгами, только потом отдают с процентами больше, я с деньгами. И все, в общем-то, довольны. Мы пришли. Я думал, все честно, ребята, что эта специфика компьютерных клубов уже умерла давным-давно. Я думал, что... Нет, 15 назад. Я вам серьезно говорю, я думал, что ну кто еще сидит. Все дома сидят уже, честно. Я помню, стоп, как-то вообще я был маленький. Я помню, люди просто валили на ночь с дома, чтобы поиграть в игры. Это была такая, типа, ну, крутое времяпривождение, потому что раньше такого интернета дома не было. И все, как-то, компаниями на ночь собирались. А кто-то еще брал с собой горючего, и вообще там получались очень веселые дни. А Counter-Strike... А, так это еще и простой будет у нас. Нет, это... Go, да? Go, Go. Ребят, ну, Go-шка мне еще тяжелее, потому что я, знаете, привык, там, помню, B4-2. А тут у меня B надо, а тут какие-то комбинации чуть другие, правильно? Так, вроде, так же. Так же? Туалет, туалет. B4. Ладно. Значит, наверное, у меня на компе стали какие-то другие настройки. Ну, знаете, что самое интересное будет? Что здесь, типа, собрались блогеры, и некоторые хоть как-то понимают, как это играть. А, первое, у меня жена вообще не знает, что делать. Ну, она понимает, наверное, прицелом в голову стрелять. Ну, в общем-то, смотрите, это максимально, чтобы понятно. Мы зашли в турнир по Contre. Ну, если там, ребята, все знают в Contre, то у меня вот с женой, в общем-то, есть некоторые проблемы. Она вот пытается, но когда человек не играл вообще никогда в такие игры, то немного тяжеловато. Поэтому у нас, скажем так, минус один человек. У нас порвали, ребят. 8-16. Ну, ничего, ребят. Это игра, но, да, нам уже порвали. Четверо против пяти играли. Не буду рассказать, почему у нас четверо было, а не пятеро. Да, Снежка? Отлично? Супер. Новая команда. Короче, Мопс Мартыненко убил в Contre. Так уж интересно, что за Мопса играет Багреев. И нагибает. Мопс, что-то нагибаешь? Мопс убьет. Мопс нагибает. Мопс, да. Сейчас фартумасте будет. А, блядь. Убили Мопса. А некоторые игроки вообще провели играть в 3 на 4 мониторе. Это тебе привычка такая уже, да? Да, да, да. Справа, справа. Вон бегает, блядь. Да, да, да. Хрош, блядь. Един. 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 Мэджик. Там. Хрош, блядь, пиздец просто жесткий. Давай, давай. Дима пытается, в общем-то, кому-то впихнуть перец. И на этом заработает. Но он то знает, какой контент может получиться. Читаю, внимание. А что, Инесса согласится за 300 гривен-то сажать? Она говорит, я, короче, за 1000 гривен не встал. Потому что я однажды съел, как минимум, васаби. И я, в общем-то, на всю свою жизнь использовал пищеводку. А у меня теперь все время изжога. Продолжаем дальше наш пранк. Один перчик бери. Ставьте сейчас... О, ничего страшного. Сейчас мы включаем. 300 гривен может заработать, пацан. Включаем наш таймер, секунда-бер. 5 минут без молока, да, ему нужно быть? Вот здесь молоко можно погасить. Так, ты как только прожжуешь его, я сразу нажимаю старт, и у нас есть ровно 5 минут. Андрюха, у нас тут ингредиенты. Все, время пошло. Есть. Если что, у нас молоко в любой момент, молоко гасит, как бы... Скажи по ощущениям, оно что, уже печет? Да ладно, вообще не печет? Я васаби елась, походу. Ого, мне на то вы попали, походу. Что, не печет? Не, ну что ты так уже начинаешь. По остроте от 1 до 10. 5-6. А если для обычного человека, то было бы... Десятка, наверное. Вот, я смотрю, голова немного так чуть-чуть слезятся. Уже начинает, да. Что, прошло только 35 секунд. Ты его глотнул? То есть ты сейчас чувствуешь, прям, как твой желудок, да, именно печет? Желудок не чувствуется, чувствуется только... Верхняя часть, да? Да, диорецепторы есть. Чего себе. Нужно просто сразу глотать. Ну, не знаю, ну... Да, не жевать, а просто глотать. Не, ну, 300 лин тоже, как бы, на дороге не валяются. Кстати, будет у тебя 200 гривен сдача? Раз меня. Я найду, где. Еще 500, да. Не, ну, я вот смотрю, в глаза уже так... Подпирает, подпирает уже по чуть-чуть. А сейчас по шкале от 1-10. Сулы сразу глотает, без слюны. Так, нет, так он и глотнул. Уже 10. Ох. Ох, уже 12 из 10, да? То есть начинает так нарастать, да, по чуть-чуть тебя? Холодненько. Я подожду еще. Подождешь, да? Сука. 3,5 минуты. Таким будет, Сука, там уже каждая минута по 100 гривен утрировано. Хороший доход. О, смотри, слушай, о. А ты говоришь, легко острое жрешь. Нет, я его легко ем, но... Если бы я сожрал бы эту дорожу просто, я даже не захотел бы этих денег. Почти 2 минуты. Все ощущается, как уши жгут. Уже уши жгут? Чего же ты с собой его взял? Дима, что ты делаешь с ними? Я им даю, возможно, с легкие деньги заработать. Типа, в чем проехать? Зато какие эмоции, знаешь, будет что рассказать потом? Это тебе будет еще новый проект, да, такой-то за бабки там, да? Ну, я подумал, почему бы не сделать, что-то такое-то. Просто, ну, понятное дело, что тема, как бы, заезженная уже в Штатах давным-давно. Я на днях увидел, звонят, сброшу батарею. Ой-ой-ой. Бедный уже плач. Не, ну, время там идет, и куда мир идет, потому что можно не париться. Где-то минута 2-2,5 лет. Там будет вылка кишень. Серьезно, да? 3,9,3,10. Еще меньше двух минут. Я в тебя верю. Пойдем пить за них дальше. Меньше двух минут. Что вы делаете? Что вы делаете? Ну, типа перчик у вас есть. Мы, короче, за деньги даем возможность съесть перец чили и продержаться 5 минут, не запив молоком. Вот уже молоко угасли. Не хочешь? Ну, ты его открывай уже, потихоньку. Ты его сам откроешь, если что. Сколько осталось? Полторы минуты? 3 минуты продержался уже. Да больше там должно уже быть. Нет, 3 минуты. 3-3. Еще осталось минута 20. Минута 20. Уже сопли потекли. Уже начинает, уже начинает течь со всех дыр, ребята. Хороши деньги, 200 гривен. А что он схотел-то? Самфетки сопли. Уже течет со всех дыр у него. Да уже не так печет сильно, как в начале. Вот так можно в фильмах смотреть, да? Так можно было проверить, когда нужно как-то… Это плачем. Когда нужно какая-то… Это острый. Печет все. Курс доллара опустится, не перейдите. Опустится, опустится. Довар 90 евро не вернуть. 15 секунд. 15 секунд. 15 секунд? Да, осталось 15 секунд. 10 секунд. 10 секунд? 10 секунд. Все евро-кидарр. Я красава. Батария-ка сила у меня. Три, два, один, есть. — Ещё согласен по словам ночного килограмма, тут ты ещё 400 веносeles, — Докинешь звонок. — За 300 гривен? — Да. — Это то, да? — Докинешь ещё 400, ещё 5 минут. — Нет, давай. — Ладно, давайте быстрее… — Возьми. — Бухайте места. — О, ребята, 5-16 минут. — Теперь при всех придётся вручить деньги. — Отчаянной. — Тёпи всех дать нааю сколько-то. — А молоко уже помогает? Да, но очень сильно тушит, по крайней мере, тут все больно. Ну что, легче? Легче? Намного. Ну, оно теперь острое молоко получается. Самое интересное, что он выпил всю бутылку молока, я чувствую, что ему все равно не попустило. И он пошел пока в тихоля где-то в подсовке как бы облегчить свои страдания. Дима, в общем-то, уже добыл бабло, которое он обещал дать, он это сейчас делает. Я уже забыл, куда я делал деньги. Уже где-то денег. Не, есть, есть. 300. Ну что, как ощущения? Сейчас лучше? А ты говорил, 5 минут продержишься еще. Я продержался 5 минут. Законно. Спасибо. Счастливо. Пойду дальше в отпуск. Стас, ты изучаешь там? Да-то пацаны гуляют. Там, наверное, не вдвоем, а вдвоем. Там Андрюха сепаратиста. Он берет, он берет, понял, ножик гранату и бежит вперед. Просто. Как это ты, как его? Он маджахет. Маджахет, да.